Всем привет! С вами подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в стране и мире прямо сейчас. 11 мая 19-летний Ильнас Голливиев открыл стрельбу в казанской школе номер 175. На данный момент известно о 9 погибших и 20 пострадавших, среди которых ученики школы и 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Власти региона объявили 12 мая днем траура. Ильнас Голливиев закончил школу номер 175, где произошла трагедия, 4 года назад, а до апреля этого года учился в Казанском колледже ТИСБИ на программиста, но был отчислен за академическую неуспеваемость. Известно, что разрешение на ношение оружия он получил совсем недавно, через несколько дней после отчисления. Вчера в формате аудиочата в телеграм-канале Новой газеты мы обсудили все, что известно сейчас о стрельбе, а также причины и последствия этой трагедии вместе с журналистами Новой газеты и психологом. Первым о том, что происходило в Казани в этот день, нам рассказал Иван Жилин, специальный корреспондент Новой газеты, который выехал в Казань и передавался нам с места событий. Ваня, расскажи чуть поподробнее о самом теракте. Один ли был стрелок? Как он действовал? Первое, что я увидел в Казани, это действительно массовая скорбь, массовая пораженность этой трагедией, потому что о ней здесь говорят все. Даже пилот самолета, в котором я летел, перед началом полета сказал о том, что здесь произошло, и попросил пассажиров почтить память погибших и помолиться за тех, кто пострадал в результате этой стрельбы. Здесь на месте, уже будучи у Казанской гимназии номер 175, где сегодня произошла стрельба, я увидел множество людей, которые идут, и они идут до сих пор огромным потоком возлагать цветы к самодельному мемориалу, который они сами здесь же организовали, сами казанцы. И продолжают люди идти толпами, и люди стали в очереди в центры переливания крови, хотя власти заявляют, что недостатка донорской крови нет, но люди хотят хотя бы так помочь тем, кто пострадал от этой трагедии в результате этой стрельбы. С терактом произошедший Следственный комитет почему-то не признает, а преступление квалифицировали по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Почему именно такая квалификация преступления неизвестна. Что мы можем сказать о самой хронике преступления, то известно, что около 9-20 Голливеев зашел в школу, он прошел от дома до школы около 300 метров, при этом не выпуская дробовик из рук, держа дробовик на виду. Его видели другие люди, прохожие, мимо него проезжали машины. Никто не остановился, никто даже, судя по всему, не подал сигнал, не высказал возмущение этой ситуации. Но это можно понять, потому что, когда ты видишь человека с ружьем, и ты один, то тебе будет страшно. Скорее всего, это можно понять. Он зашел в школу, охранник, вахтер, правильнее сказать, потому что в гимназии номер 175 не было охраны. Уже последние три года, как говорят, учащиеся в этом заведении нет профессиональной охраны. Вахтер, увидев, что идет человек с оружием, успела закрыть дверь, нажать на кнопку, которая блокирует двери. Но Голливеев выстрелю в замок, открыл дверь, сумел ее взломать, и дальше уже открыл огонь по тем, кто находился в холле. Тут же, как только началась стрельба, руководство школы через громкоговорящую связь потребовала от учителей, от сотрудников школы, закрыть кабинеты, закрыть учеников в кабинетах. Почти все это сумели сделать. К сожалению, как мы знаем, одна из дверей, один из кабинетов оказался незакрытым. Это кабинет английского языка, где был урок у восьмого А-класса. И там, к сожалению, были совершены убийства. В том числе была убита и учитель английского языка, 26-летняя, с которой, как говорят мне сами школьники, у Голливеева не могло быть никаких счетов. Об этом писали в телеграм-каналах, что у него были претензии конкретно к этой учительнице. Но она пришла работать в школу уже после того, как он выпустился. Значит, бойня сама, насколько мне удалось выяснить, продолжалась около 20 минут. За это время он убил семерых человек. 32 человека получили ранение. Еще два школьника, к сожалению, погибли, выпрыгнув из окна третьего этажа во время стрельбы. Сами учащиеся говорят, что второй стрелок якобы был, но его никто не видел. Власти заявляют, что Голливеев действовал в одиночку. И один из сотрудников полиции, с которым мне удалось неформально побеседовать у подъезда дома стрелка, сказал, что это фейк, что второго стрелка тоже не было. Что рассказали свидетели событий? Я успел пообщаться с тремя школьниками, которые сказали мне о том, что в школе, к сожалению, не отлажена работа психологической службы. То есть выявить какие-либо отклонения у Голливеева было практически невозможно, так как психолог, по словам одного из парней, приходил в класс к ним один раз в два года, задавал совершенно формальные вопросы про алкоголь, наркотики и будущую профессию. И на этом как бы весь диалог заканчивался. Правда, одна из девочек, ее зовут Камила, она уже выпустила все школы, сказала, что к психологу можно было прийти и получить квалифицированную помощь. Но для этого инициативу должен был проявить сам ученик. Но, судя по всему, у Голливеева, который считал себя богом, необходимости внутренней идти к психологу, видимо, не нашлось. Далее о том, что происходило у школы, нам рассказал один из первых свидетелей произошедшего, Леонид Спирин, главный редактор казанского медиа «Ветер». Позвольте, я сначала тогда немножко прокомментирую слова Ивана по поводу квалификации преступления. Вообще, мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом. Он сказал, это огромная страшная трагедия, террористический акт, направленный против детей, самое полное, самое низкое, что можно себе представить. Ну, хотя, конечно, прокуратура квалифицировала так, как квалифицировала. Еще кое-что по поводу психолога в школе. Сообщалось о том, что преступник учился в Казанском колледже управления КИСБИ, поэтому он не относился к школе, он окончил школу 4 года назад, то есть ушел после 9 класса, поэтому понятное дело, что работа с школьными психологами, да, она должна вестись какая-то, но конкретно в этом случае про вузы, про колледжи, техникумы тоже нужно думать. По поводу района, ну, это спальный район, школа находится, по сути, на окраине города, это район Азина, ну, он далековато от центра, про саму школу я мало чего знаю, но внешне она выглядит вполне себе достойно, в принципе, все в порядке, но это отдаленная такая часть города, спальный район обычный, ничего особо там примечательного нет, на мой взгляд. Что я увидел? Было очень много людей, школа была отцеплена со всех сторон, было вообще никак не подойти. Ходили люди, работала служба психологической медицинской помощи, они разговаривали с людьми, некоторые люди плакали, но в целом, конечно, я пришел туда вот спустя час после того, как пришли первые сообщения об этом. Там было большое количество людей, которые просто стояли смотрели, мне особо ни с кем не удалось поговорить, но мне удалось подслушать женщину, которая жила в доме напротив, сказала, что услышала взрыв, но там действительно видны разбитые окна. Что известно про самого Стрелка? Что про него говорят? Казанское издание «Бизнес онлайн» пишет, что такой типичный портрет, который мы всегда читаем в подобных несчастных ситуациях, спокойный, не очень любимый парень, не очень религиозный. Тот портрет, который обычно рисуется, когда у человека особо нечего сказать, потому что с ним никто не разговаривает. Также «Бизнес онлайн» опрашивали одноклассников, одноклассники говорили, что там, в общем, какой-то очень странный такой текст, как мне показалось, половина говорит, что его особо не замечали, некоторые говорят, что его булили активно, но была какая-то преподавательница, которая его недолюбливала и которая обещала не пустить его в 10-й класс. Ну, так, собственно, и произошло. Он ушел из школы после 9-го класса. Он поступил в колледж функциональной технологии, получился там на 4-м курсе, причем в ТИСБе прокомментировали, что его отчислили 26 апреля за неуспеваемость, но вот открытые медиа писали, что связались с ТИСБе, там сказали, что он учится, такая дихотомия есть. Что рассказывают свидетели? Удалось пообщаться вот только с одной школьницей, ученицей 9-го класса. Она рассказала, что она была на 3-м этаже, когда на 2-м произошел взрыв, всех спрятали, потом там, говорят, долго ждали. Но этот текст опубликовался в канале «Новой газеты». Подождали и всех вывели. Удалось пообщаться с матерью одного из детей, который находился в этой школе. Она сказала, что вот ее ребенку очень повезло, потому что он в то время был в столовой, и те, кто был в столовой, выбежали одними из первых. О том, как стрелок мог законно получить лицензию на оружие, нам рассказала Александра Джорджевич, редактор отдела расследований «Новой газеты». Действительно, Глевив приобрел оружие без нарушений закона. И то же самое произошло с Владиславом Расляковым. Если кто-то забыл, а я думаю, что, если я напомню, все как-то найдут у себя в памяти эту информацию, в 2018 году у нас тоже был Колумбайн. Власти, кстати говоря, не любят слово «колумбайн», и даже хотели его как-то там запретить. Я помню, были такие инициативы. Ну, в общем, был школьный шутинг, когда 18-летний студент учебного заведения в Керчи пришел на учебу с бомбами и ружьем, и там погибло чуть больше людей, 20 человек. Ружье у обоих стрелков, и у Глевива, и у Раслякова было одинаковое. В этом нет никакого второго дна или, не знаю, какого-то там странного совпадения не стоит здесь видеть. Все объясняется довольно просто. Готкоствольное ружье «Хасен Эскорт» оно просто самое дешевое в своем сегменте. Это 12-й калибр, гладкий ствол, полуавтомат. Оно не требует перещелкивать затвор для перезаряда. Естественно, если у человека есть такие совершенно ужасные преступные намерения, то скорость работы ружья будет иметь для него значение. Ну и цена. Также нам удалось найти такое ружье за 28 тысяч рублей, что по сравнению с остальными примерами такого же класса, ну это заметно дешевле. Что касается закона об оружии, да, действительно, оба стрелка получили без нарушения закона. Как это происходит? Мне сложно сказать. Это происходит просто. Люди приходят, получают справку. Вот Русляков, например, была информация о том, что он даже шестичасовой курс обращения с оружием прошел. И коллеги из других СМИ брали интервью у этого тренера несчастного, который его обучал. И все пытались найти в этом какой-то подвох, что вот где-то он как бы обманул систему и нарушил. Но нарушений не было. В связи с этим, после Керчи, конечно же, когда президент страны Владимир Путин поручил как-то проработать вопрос об ужесточении закона об оружии, я спустя несколько месяцев решила проверить, как там поживает, собственно, закон об оружии. Это было в августе 2019 года. У меня вот вышел текст. А сегодня, к сожалению, мне пришлось проверять, что же произошло за эти два года после того, как я написала этот текст. И самый короткий ответ будет «Не произошло ничего». То есть ни одна из поправок, про которые я писала два года назад, два с лишним даже уже, она не была приведена в исполнение. И поподробнее про поправки можно будет почитать на сайте «Новой газеты». И на старый текст мой сегодня стояли. Много ссылок. Новый выйдет сегодня. Мы вместе с ребятами много нашли любопытной информации. Ну, ответ на вопрос, что с этим делать, чтобы такого больше не было, он, конечно, открытый. И здесь очень хочется, и мне тоже очень хочется высказать какую-то громкую, осуждающую тираду в адрес парламентариев и сказать, какие они все ужасные люди, что они не ужесточают закон об оружии. И вот поэтому это все происходит. Но, к сожалению, это будет не совсем правильно, потому что, например, одной из самых популярных поправок, которые предлагают все вообще на свете, таких поправок было около 30 таких предложений. Это идея увеличить возрастной ценз и позволять не с 18 лет, а с 21 года получать разрешение. Но, наверное, я думаю, что все, кто сегодня видел допрос Голливеева, видели, в каком он эмоциональном состоянии находился. Я не знаю, как бы это произошло после того, как он уже убил людей, или он такой был изначально. Но я думаю, что человек, если он в 19 лет такой, наверное, в 21 год вряд ли что-то поменяется. И поэтому мне кажется, что ужесточение закона об оружии, которое, безусловно, требует внимания, и тоже нужно. Но все-таки основную проблему оно не решит. Это какая-то комплексная ситуация. Здесь стоит разбираться и с выдачей справок о психологическом здоровье. С этим у нас большие проблемы. Все прекрасно это знают. И с охраной в школах, например, мой коллега, с которым мы вместе делали новый текст, выяснил, что в данной казанской школе, да, ну, собственно, это изначально не было большим секретом. Не было охраны, дежурило только вахтершу. Но мы вот проанализировали, как бы как эта ситуация развивалась в последние годы. И там несколько лет нет охраны. Они только на пять месяцев несколько лет назад нанимали частную охранную службу и отказались от нее из-за пандемии. То есть совершенно не было никакого намерения этим заниматься. Это тоже большая проблема. И в Казани в целом тоже мой коллега выяснил, что вообще с охраной детских садов и школ настолько все проблематично, что в местных СМИ большое количество текстов, которые рассказывают о том, как родители жалуются, что с них снимают деньги, на каких-то вахтерш, еще на кого-то. При этом охраны нормальной нет, их дети не защищены. И то есть это прям большая региональная проблема. Ну и да, на школу тоже не стало исключением. Ну то есть, резюмируя все вышесказанное, наверное, стоит комплексно решать проблемы. И вот если уж какая-то из этих проблем откровенно выпирает, а мне кажется, в данном случае речь идет об охране школ и детских садов, ну стоит, наверное, на нее в первую очередь обратить внимание. О причинах такого поведения и профилактике возможных случаев подросткового шутинга поговорили с Татьяной Кузнецовой, психологом, в прошлом заместителем начальника Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Тут нет, конечно, однозначного ответа на вопрос, что именно его заставило именно этого человека пойти с оружием в школу и стрелять в детей. Конечно, можно говорить о том, что это не норма. То есть психически это не норма. Я думаю, что соответствующая экспертиза судебно-психиатрическая установит там степень его психического расстройства. Но вот сколько мы сталкивались, собственно, со стрелками, это не первый, естественно, стрелок в истории. А в частности, мне приходилось общаться с отрадненским стрелком, так называемым, который в Москве в школе в Отрадном тоже, в общем, пришел с оружием и убил учителя географии. Ну вот там была явная не норма, явное психическое заболевание. В данном случае я, естественно, но у нас недостаточно сейчас информации, чтобы понимать, в каком он был состоянии. И тут еще важно понимать, что очень многие боятся, что если ему поставят психиатрический диагноз, то его отправят. Ну то есть что он не будет нести ответственности. Тут есть небольшая путаница. Люди с психическими заболеваниями и невменяемые – это разная история. То есть его могут признать вменяемым, но это не отменяет то, что у него есть некая психическая расстройство. Что касается того, кто же ему дал справку на оружие в таком состоянии, на самом деле психические расстройства выявить не так просто. Если человек ранее никак не попадал в поле зрения психиатров, не состоит на учете, то, скорее всего, такой беглый осмотр для справки, конечно, ничего не даст. С точки зрения психиатров он на учете не состоял. Пришел молодой человек, знает, какое время года, какой день недели. Конечно, у них нет оснований признать его психически нездоровым. Поэтому это такая сложная история. Что касается сейчас темы того, что он, например, подвергался, допустим, буллингу, какой-то травле в школе, то тут нет прямой связи. Мы знаем, что многие дети в школе в той или иной мере подвергаются травле в своей жизни, но, к счастью, далеко не все из них становятся убийцами. Поэтому всё-таки вот такой однозначной истории тут нет. Про профилактику – это вообще очень интересная история. Мы все сразу говорим, давайте будем отслеживать больше то, будем это, будем проводить мониторинг. На бедных психологов накинули, что, значит, они должны тщательнее отслеживать и мониторить. Вы понимаете, даже если психолог обратит внимание на то, что ребёнок имеет какое-то личностное расстройство, собственно, и каковы дальнейшие последствия этого процесса. Собственно, то, что может выявить психолог, это только обратить внимание на некое неблагополучие. А вот что с ним делать дальше, с этим неблагополучием, это, в общем, совершенно другая история, которую те, кто громко кричит, давайте отслеживать, не говорят, а что же делать-то дальше с тем, что мы отследили. Поэтому я бы тут обратила внимание, сегодня было много всяких передач на эту тему, и один из участников такой передачи, причём представитель Росгвардии, по-моему, сказал замечательную вещь. Мы раньше знали, кто у нас из друзей, из одноклассников, чем дышит, чем увлекается, чем интересуется. Знали про друга всё. И было трудно, в общем, такого не заметить, когда человек готовит, собственно, а он явно готовил это преступление, он шёл к нему планомерно. На сегодняшний день у нас, в общем, такой мир одиночек, никто никем не интересуется. Вот этот вот молодой человек был отчислен из колледжа, то есть человек бросил колледж, никто не интересовался, почему он его бросил, что же с ним такое случилось, почему он не ходит в колледж, его просто отчислили с чистой совестью, дистанционно, и закрыли на этом. Ну, не ходит, и не ходит. То есть на самом деле это тоже ведь был… Ну, то есть если бы своевременно обратили внимание на тот вопрос, почему он ушёл из колледжа, возможно, в этот момент можно было бы выявить, что с ним происходит, что с ним что-то не так, и каким-то образом пытаться с этим что-то делать. Но даже вот на такой сигнал никто внимания не обратил, потому что, да, согласно должностным обязанностям, это ни в чьи обязанности не входит. Поэтому, мне кажется, чтобы заниматься профилактикой, нужно делать это неформально, не отслеживать чего-то там, не изучать. Там сейчас на учителей, на психологов возложили обязанности сидеть в соцсетях и отслеживать, что там дети пишут. Так вот, не соцсети надо отслеживать, а живых детей видеть, слышать, разговаривать с ними, делать это каждодневно. А ещё очень желательно, чтобы дети вовлекались в совместную деятельность, чтобы они общались друг с другом, чтобы это активно стимулировалось, чтобы они делали совместные проекты, чтобы школа была тем местом, которое способствует тому, что дети взаимодействуют. И это будет способствовать тому, что они будут более социально адаптированными и видеть и замечать, что происходит с каждым из них. Вопрос от слушателя новый. Есть ли вероятность, что запрет на ношение оружия неэффективен? Отвечает Саша Джорджевич. Да, вероятность такая есть. Есть вероятность того, что одна принятая мера без всех остальных будет неэффективной. Если просто всем запретят носить оружие, допустим, огнестрельное, люди, которые сошли с ума, это я, извините, по-дилетантски, непрофессионально выражаюсь, то есть имеют какое-то ментальное заболевание, они будут приходить, я не знаю, с ножом, например. Кто им помешает, если не будет охраны в школе, если этот нож также будут выдавать, как до этого выдавали огнестрельное оружие. Ну, то есть мне кажется, что стоит подходить комплексно. И то, о чём говорила Татьяна, работа с детьми психологов школьных в первую очередь, и, естественно, работа с законом об оружии, потому что, да, там куча лазеек, в которые можно проникнуть и как бы обмануть законодательство и что-то сделать страшное у себя дома, но пока что этот закон позволяет даже не изворачиваться особо, а просто пойти и купить. Но, естественно, с этим тоже что-то надо делать. И с охраной в школах надо делать. Я думаю, что тут речь только о многоступенчатых мерах, а не только о том, чтобы запретить оружие и всё. Каким образом можно улучшить охрану в школе и сделать её более эффективной? Возможно, на законодательном уровне? Отвечает Саша Джорджевич. Судя по тому, что и все казанские детские сады и школы, и российские вообще детские сады и школы по-разному трактуют необходимость обеспечения охраны. То есть у кого-то там, например, железный забор с домофонной кнопкой, то есть ты не можешь пройти в школу, допустим, забрать своего ребёнка просто так. Ты должен знать код или иметь какой-то ключ или ещё что-то в этом роде. А у кого-то как бы всё там на распашку. Где-то сидит один вахтёр, и это бабуля, которая никогда в жизни никому не окажет никакого сопротивления. Где-то есть охранники в костюмах. Так как это всё вариативно. Я хочу подчеркнуть, что законодательство по этому поводу я предметно не изучала, но я так понимаю, что оно позволяет трактовать эту норму как угодно. И мне кажется, что очень классный вопрос у слушателя. Думаю, что да, имеет смысл ужесточить требования и регламентировать для учебных заведений, какой должна быть эта охрана, где должно стоять видеонаблюдение, в каком количестве. И, допустим, как-то регламентировать, что за это платит, я не знаю, государство или за это платит владелец, если школа частная. И так далее. Потому что сейчас очень часто это восстановится бременем родителей, которые вынуждены скидываться на зарплату вахтёршек. И это тоже всё довольно странно. Поэтому мне кажется, что, возможно, это один из рецептов спокойствия относительного для родителей. Наверное, рецептом станет комплексный подход. И мне кажется, что да, там законодателям, наверное, стоит обратить внимание на все пробелы, которые у нас есть, а не только в законе об оружии. Но, к сожалению, ничего нельзя сделать с тем, что в первые часы после такой трагедии, где главным действующим лицом является человек с огнестрельным оружием, вылезает откуда-то Владимир Путин и говорит, что срочно нужно ужесточить закон об оружии. Ну, с этим мы, ни вы, ни мы, никто. Вообще с этим сделать ничего не сможет. Так будет всегда. И поэтому, наверное, стоит на уровне каких-то общественных организаций, возможно, стоит идею со школами не оставлять с охраной школ на самотёка, как-то родителям объединяться и писать в району, или как они сейчас там называются, различные письма с требованием ужесточить хотя бы охрану. Как вы правильно заметили, естественно, на 100% это никого ни от чего не спасёт. Вот мы сегодня с Татьяной говорили для отдельного интервью, и она там сказала очень хорошую фразу, что, ну, наверное, нет того самого на 100% безопасного места для нас и для наших детей, в котором ничего никогда не произойдёт. Но стремиться нам к этому никто не мешает, поэтому, ну, наверное, будет здорово, если родители будут объединяться, трясти письмами организации профильной. И мы, как журналисты, будем об этом писать и будем говорить, что вот, прошла неделя после трагедии в Казани, а все родители Казани объединились и написали 50 писем в местное министерство образования и просто забомбили ведомство требованием ужесточить охрану. И местное ведомство или Госсовет Республики Петерстан внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о регламентации охраны в школе. Ну вот это будет круто. Нужны ли заборы и решётки в школах? И что важнее, гуманизация среды или ужесточение мер безопасности? Отвечают Саша Джорджевич и Татьяна Кузнецова. Мне кажется, а мы здесь уже переходим на дискуссию на уровне мнений, потому что какого-то фактчекинга не может быть. С решётками на окнах там своеобразная ситуация, потому что два человека выпрыгнули из окон, там не было никаких решёток, но, к несчастью, их это не спасло. Они прыгали с третьего этажа и разбились, и погибли. Я про конкретную эту ситуацию говорю. Кто додумывает ставить решётки на окна первого этажа, мне, честно говоря, не очень понятно. Не знаю по поводу гуманизации пространства. Ну, возможно, гуманизация может быть какой-то в целом в отношении друг друга, то, о чём говорила Татьяна, то есть какое-то большее отношение с вниманием к ближним, к парню, который учится в твоём классе, но он какой-то странненький, с ним никто не общается, и, в общем, нам пофигу, потому что мы классные, и компания у нас классная, а он туда не вписывается. Поэтому мы не будем интересоваться тем, чем он занимается и чем он живёт. Ну, наверное, вот с этого стоит начать бы гуманизацию. Я думаю, что говорить о том, чтобы там устранили все заборы школьные, не приходится, потому что я, когда училась, окей, это было там не очень давно, в начале существования Российской Федерации, ну, тогда уже были заборы, и в Советском Союзе они были у школ, я имею в виду, вряд ли кто-то сейчас решит их сносить, поэтому мне кажется, что это из разряда утопии. Но в целом гуманизация, конечно же, имеет смысл, но главное, знаете что, Никита, чтобы это не дошло до, вот как мы сегодня говорили с одним депутатом, и я его спрашиваю, говорю, ну как же надо всё ужесточить, надо ужесточить выдачу справок, закон об оружии, охрану в школах, всё там это. А он говорит, нет, нужно ужесточить доступность плохих сайтов в интернете, фильмы плохие не показывать, игры компьютерные там не давать играть и так далее. Вот главное, чтобы эта гуманизация не превратилась в итоге в то, что у нас запретят, я не знаю, там, американские боевики и прочее, и тому подобное. Действительно, вот мы по роду деятельности очень много работали после различных терактов, и вот этот, вот знаете, когда наставили вот этих всех рамок детекторов на входах в вокзалы, в аэропортах и так далее, то ты подходишь и понимаешь, что самое опасное место на самом деле – это перед этой рамкой, потому что там скапливается большое количество народа, и там идеально можно произвести взрыв, собственно, до рамки, и будет огромное количество пострадавших. Поэтому вот тут вот, конечно, всё позапрещать. Но я всё время говорю, неужели мы хотим для наших детей вот такого будущего, чтобы они жили как в зоне строгого режима, да? Шаг вправо, шаг вправо, лево приравнивается к побегу. И ещё у меня такая есть метафора, что максимальная безопасность в психушке, да, в палате для буйных, где всё обито мягкой тканью, нет никаких острых предметов. Это прямо вот идеально безопасное место, собственно, но вряд ли кто-то хочет там оказаться. И, конечно, я не призываю к тому, чтобы начать уничтожать заборы, наверное, на сегодняшний день. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что даже пять росгвардейцев, накачанных и подготовленных, вряд ли бы, ну, против лома нет приёма. И если человек с оружием уже зашёл, и он начал стрелять, то, в общем, его мало что остановит. Поэтому, скорее, тут должна быть очень продуманная эргономичная система, то есть, например, чтобы та же охранница, там и бабушки бы хватило, если бы она видела человека с оружием издали, да, а не когда он у неё уже перед глазами появился, и могла бы, например, закрыть для него вход, чтобы он не вошёл, и вызвать полицию до того, как он вошёл. Или, например, обязательно нужно повышать компетенцию и преподавателей, и детей, и вообще всех людей по выживанию в различных условиях. То есть, что лучше, затаиться или бежать? Что лучше, лечь на пол или, там, наоборот, выпрыгивать из окон? То есть, в каких случаях, как лучше действовать? У нас есть для этого предмет ОБЖ, основу безопасности жизнедеятельности, но, к сожалению, на сегодняшний день он очень сильно зависит от личности преподавателя и очень мало обеспечивает именно эти задачи. Хотя, по-хорошему, именно эти задачи он и должен был бы обеспечивать. То есть, как действовать в такой ситуации, если она возникла? То есть, повышать компетенции – это гораздо лучше, чем строить дополнительные заборы, да, и ставить людей с оружием в школе. И так, в общем, уже ни родители никуда попасть не могут, с учителем поговорить. Совершенно, конечно, условия такие. И дети постоянно в этом состоянии каком-то, когда ты входишь в школу как на военный объект. Поэтому я за гуманизацию и за продуманную систему. С вами был подкаст «Что нового?» и я его ведущая, Надежда Юрова. Вы можете слушать нас на всех платформах для подкастов и на YouTube-канале «Новый». Спасибо большое, что дослушали. Следите за нашими обновлениями, аудиочатами и подкастами. Ставьте лайки и подписывайтесь, тогда больше людей узнают то, о чем другие даже боятся говорить. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»